Борис Эйфман Расскажите о том, что с эмоциональной точки зрения ждет молдавского зрителя 3 октября. Я бы сказал, что это частица души моей, и приехать и показать наш юбилейный год, один из наших лучших спектаклей, и вовлечь нашу эмоциональную, очень яркую атмосферу театральную любителей балета Кишинева. Но я думаю, что даже этот спектакль, он не только для любителей балета, для ценителей балета, этот спектакль ценен тем, что он для широкого зрителя. Даже те, кто никогда не был в балете, будут вовлечены в это эмоциональное, яркое зрелище. Говоря о вовлеченности, на ваш взгляд, что обеспечивает вот эту бессмертность балета даже до сих пор? То есть люди ходят, молодые, взрослые, пожилые, всех возрастов. Что обеспечивает именно это? Вы знаете, я думаю, что вообще язык хореографии, особенно современной хореографии, он уникальное средство общения, коммуникации, средство уникальное, как бы, аккумулирующее эмоции, рефлексы многих-многих тысяч поколений наших предков. Ведь в этих жестах, как бы, сконцентрирована, так сказать, такая первичная эмоция человеческая на радость, на боль. Понимаете, вот в этих жестах человек проявлял свою непосредственную реакцию. И поэтому балет – это искусство понятное и захватывающее. Понимаете, оно не имеет языкового барьера. Оно интегрирует людей разных религий, разных культур, даже разных политических убеждений. Балет – это искусство, которое объединяет людей. Мы гастролируем в многих странах мира. Я бывал, допустим, последние наши гастроли в Соединенных Штатах, где как раз в период таких очень сложных отношений между Россией и Америкой. И вы знаете, мы боялись каких-то, ну, даже не провокаций, но просто немножко такого-то отторжения, знаете, эмоционального. Но когда в конце спектакля, а спектакля мы дали много и объездили всю Америку, и в конце каждого спектакля многотысячный зал стоя аплодировал, кричал «Браво!», вот это и есть сила искусства. Многие критики, говоря о ваших постановках, именно отмечают психологический и даже философский подход к трактовке того или иного произведения. Как вы объясните, может быть, свой подход, как вы опишите зрителю еще неискушенному? Вы знаете, я вспоминаю сейчас, когда я учился в Кишиневе, здесь уже в Кишиневе я начинал ставить свои первые постановки, и в 16 лет у меня уже была такая маленькая труппа, что ли, такой ансамбль, ну, естественно, не профессиональный, но это был все-таки ансамбль, на который я ставил свои спектакли. И вот сейчас я вспоминаю, что я ставил спектакли, которые уже имели свои драматургии, это были сюжеты из литературы или сюжеты из кинофильмов каких-то популярных, то есть уже было такое стремление осмыслить не просто танцевать музыку, а сделать жест, движение выразителем каких-то очень глубоких чувств, эмоций или каких-то таких идей, которые волнуют, вот меня волновали и сегодня волнуют моих современников. Поэтому вот то, что было заложено много-много лет тогда в Кишиневе, вот это и является моей, так сказать, такой, знаете, как бы идеей фикс по всему моему творчеству. Я продолжаю преследовать эту идею, я продолжаю развивать возможности балетного театра в плане именно высокого искусства, способного выразить эмоциональные и философские идеи современности. Раз уж вы уже заговорили о Кишиневе, расскажите о том, каким был ваш Кишинев во времена юности, может быть, какие-то детали запомнились больше всего? Ну, вы знаете, я вот только приехал, и когда ехал с аэропорта в гостиницу, я увидел, что, конечно, город изменился, изменился в лучшую сторону, изменился он стал более таким, я бы сказал, современным, более... Ну, понимаете, с одной стороны, он стал более таким современным и униформистским, а с другой стороны, потеряна была какая-то, наверное, уже потеряна какая-то та вот, так сказать, такая историческая, исторический образ Кишинева, который я еще застал. Это старые особняки, это, так сказать, вот он такой был, знаете, вот, он был, так сказать, такой одноэтажный, двухэтажный такой Кишинев. Ну, здесь, как я, знаете, говорят, одноэтажная Америка. Вот был такой, он был невысокий, Кишинев, но очень такой трогательный. Ну, это, может быть, связано с моим детством, с тем, что я жил такой вот счастливой, в общем-то, детской жизнью, юношеской жизнью в Кишиневе. И поэтому мои воспоминания о Кишиневе связаны именно в первую очередь с тем, что это было какое-то, знаете, вот именно счастливое детство. У меня была прекрасная семья, был дом, в котором родители любили меня, в которых я жил такой, знаете, вот в семье. Я учился в музыкальной школе, в общеобразовательной школе, в балетной школе, в студии кино. Я помню, была такая студия молодых кинорежиссеров даже при «Молдово-фильм», и туда я тоже ходил. Я был такой любопытный и очень такой активный мальчик, который хотел все познать. И Кишинев дал мне эту возможность. Я получил очень хорошее образование, потому что я поступил сразу в Ленинградскую консерваторию и закончил с отличием. И, конечно, эта база, образовательная база, культурная база, я бы сказал, личностная база, которую я получил в Кишиневе, мне очень помогла потом по жизни. Ну и вернемся к балету 3 октября. Скажите, как проходил подбор артистов и на что конкретно вы опирались при их выборе? Вы знаете, наш театр балетный, он отличается от других балетных компаний тем, что у нас, понимаете, подбираются актеры именно типажи. Потому что у нас сюжетные спектакли. Вот мы ставим спектакли Анна Каренина, Евгения Онегин, балет о Чайковском, балет о Розене. И вот «Братья Карамазовы». «Братья Карамазовы» все-таки это известный роман, где есть три брата и их отец Федор Павлович. И вот там как бы есть, это не просто, так сказать, танцующие актеры на сцене, это типажи. Алексей Карамазов, Митрий Карамазов, Иван Карамазов. За каждым стоит какая-то философия жизни, так сказать, идеология своя, понимаете, жизненная. И поэтому, конечно, нужен типаж. В нашем театре не может быть, допустим, Джульетты, которые, допустим, 45-50 лет. У нас должна быть Джульетта, которая вот именно 16, ну, 18 лет. Но в целом, вообще, это должно быть юное создание, которое впервые, так сказать, испытывает эту вот любовную страсть. Так же и здесь. Поэтому это, с одной стороны, как бы выделяет наш театр из общей массы балетных коллективов. А с другой стороны, конечно, создаёт определённые сложности нашей работы, потому что очень трудно сегодня найти вот таких вот ярких личностей. Потому что в нашем театре 50 очень высоких. Мы отличаемся от мирового стандарта тем, что у нас, допустим, балерины, девочки, самая маленькая – это метр семьдесят два и выше, мужчины – метр восемьдесят пять и выше. Это, наверное, самая высокая компания в мире. Они очень молодые все, очень красивые и, в общем-то, очень талантливые. Кроме того, что они профессиональные, очень высоко, так сказать, образованные, они ещё, понимаете, они именно талантливые интерпретаторы идей, так сказать, концепций, которые заложены в их роль. И они способны выразить эту роль через хореографию, через танец. Хореограф и философ Борис Эйфман готов поделиться и с молдавским зрителем современной интерпретацией братьев Карамазовых. 3 октября на сцене театра оперы и балета имени Марии Бьешу балетмейстер задаст нам вечные вопросы. Где найти духовное спасение? Существует ли Бог? И что находится по ту сторону греха? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова